Скажите, пожалуйста, чем мы занимались до войны? До войны? Да. В колхозе работал. В колхоз был. Это деревня Татьякова. Знаете Татьякова? А? Вот, я из Татьякова. Как вы узнали о начале войны? Объявили. Война-то началась 22-го, а меня 23-го призвали. В каких сражениях вы участвовали? Как? Вот в чем вам, где вы, в каких войсках вы служили? В связи. Отдельно-строительность. Отдельно-строительный, краснознаменный батальон связи. Вспомните какой-нибудь интересный случай, самый запоминающийся? Поэтому мы вовсе воевали, связь давали, постоянную, стрелковую связь. У нас вообще горячая служба была, как немца погнали. Он, связь-то была раньше-то. Он все столбы, эти шашки привязывал и взрывал. Нам пришлось новую связь сделать, столбовую. И вот мы даже на наблюдательный пункт столбовую связь давали. И вот нашему батальону и присвоили красное-то знамя. Ну, а еще чего я тебе скажу? Я ведь не стрелял. Я наперед к тебе не был. И вот вперед к каме ходил никуда. А награды вы имеете какие-нибудь? Ну, у меня награды были. Вовсе у нас мало награденок. Это сержант, я и Орловский паренек. Нас послали делать ремонт линии, скрещивание. Делать, чтобы бесперебойная связь была. И вот мы делали. Бесперебойная связь с Москвой была. В передней части нашей. Вот за это меня наградили медалью за боевые заслуги. И всех троих нас наградили. Сержанты, хотя мы с колыми. У нас мало награденных было. А на фронте были люди разных национальностей? Как? Люди разных национальностей были на фронте? У вас там? Чего? Люди разных национальностей были? Разных национальностей. А, разные эти, че ваши были? А как вы думаете, что объединяло вас всех? Как братья все были? Вообще у нас батальон был дружный. А вы в Бога верили на фронте? Я, в общем, вот Федя Галанин и Миша Кириллов из Стратьякова. Они вступили в партию. И дали им задание меня завербовать в партию. А я им ответил. Ребята, в партию я не пойду. Я бесплатейный большевик. Вот. Это вот мои слова были. Я так не пошел в партию. И не был. А ответ дал бесплатейный большевик. И раньше это, презирали церковь. То есть, крест не наденешь. А Богу я верил. И просил отца и мать, чтобы меня сохранили. А как вы отдыхали? Отдыхали как-нибудь на фронте? Как? Отдыхали вы как-нибудь или нет? Отдыху много было. Вот, скажем, примерно после нашей части наступления мы связь тянули. И дошли в оборону. Встали. И мы свободно были. Отдыхали хорошо. Я не скажу, что мы... В общем, если... Горячая пора, вот... То уж мы себя не считали. С топовой связи четвером... Вот провода привязывали. По 15 километров давали. И прямо на этот... На наблюдательный пункт проходили. Мы... Вообще... Вперед шестовой связи мысли. Шестовики брали с нашей линии. По штабам. Скажите, а была любовь на фронте? А? Скажите, а была любовь на фронте? Любовь была на фронте? У меня? Вообще, вот среди вас, ваших сослуживцев. Так у меня же она была. А среди ваших сослуживцев? Не, не было. Среди ваших сослуживцев была любовь? Нет. Нет. Как а тут, Люба? Вообще в переднем крае мирных людей не было, все эвакуировались. А известия из дома до вас доходили? Как? Известия из дома до вас доходили? Вы писали письма домой? Да, нормально. У меня трое ребятишек было. Вот знаете, наверное, Анатолий, Юрий и Валера. Скажите, а где вы встретили День Победы? Вообще, мы тут шли, я был на северо-западном фронте, мы прошли краем Эстонии, потом Литва, Латвия и война закончилась у нас под Лебавой в Латвии. 7 мая. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok